Всем привет, меня зовут Екатерина, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас с вами рубрика пустые баночки, будет легкое оболтательное видео. Как всегда рекомендую вам вооружиться, может быть, кофем или стаканчиком чая, устроиться поудобнее. И, в общем, сегодня будет обсуждение большого количества баночек. Я даже немножечко боюсь поднимать всю эту конструкцию, потому что у меня сейчас просто все это полетит, наверное, на пол. Здесь у меня коробочка с уходом для волос, для тела, какие-то домашние штуки. Также коробка с уходовой косметикой для лица и немножечко будет даже декоративки сегодня. Как всегда, по традиции перед началом этого видео, приглашаю вас подписаться на мой телеграм-канал и также телеграм-чат. Там на постоянной основе я пощу какие-то бить новости, новинки, истории из моей жизни, какие-то мои походы куда-то, мою питерскую жизнь, скажем так. Обсуждаем там с вами новую косметику, также я фотографирую свои образы, макияжи, какие-то новые покупки, то, что мне присылают бренды. В общем, там максимально новая свежая подробная информация, поэтому, если хотите быть ближе ко мне и к моему каналу, то, конечно же, подписывайтесь. Кстати говоря, если вдруг кто не знал, я проживаю в городе Санкт-Петербург. Мне кажется, жизнь здесь постоянно кипит и происходят какие-то новые интересные события. И вот буквально недавно у меня была ситуация, что мне хотелось куда-то сходить со своими друзьями, как-то интересно провести время, возможно, посвятить это время хобби или каким-то другим развлечениям. Но абсолютно ничего не приходило мне в голову. И именно на такой случай хочу вам порекомендовать сервис Беглеон. У них огромное количество интересных категорий. Это развлечения, какие-то хобби, также развлечения для детей есть отдельные интересные категории. Это спа, рестораны и многое-многое другое. Давайте вместе зайдем, посмотрим предложения. У меня установлено приложение на телефоне, но также есть и мобильная версия сайта. Вы заходите в приложение и выбираете город обязательно. И можно просматривать, например, популярные предложения за сегодня, какие-то самые актуальные. Также здесь есть большое количество интересных категорий. Давайте посмотрим, ну, например, развлечения. Мне также очень нравится, что здесь есть фильтр по популярности, и вы можете выбрать именно те предложения, которые самые классные, с отличным рейтингом. Вот, например, целый день развлечений в семейном парке. Тут всего 420 рублей. Мне кажется, сходить с детьми прям очень классное времяпрепровождение. Или, например, полет на авиатренажере Boeing. Мне кажется, это интересно. Я бы, может быть, даже и попробовала. Стоит 2960 рублей. Здесь скидка 40%. Вернемся немножечко назад, и хочу показать вам категорию обучения. Лично она мне очень-очень приглянулась. Опять же, выбираю фильтр по популярности. И здесь есть очень интересный мастер-класс. Например, мастер-класс в керамической мастерской. Попробовать себя в изготовлении посуды. Мне кажется, это прям очень интересно. Сходить либо одному, либо с подругой звучит. Мне кажется, заманчиво. Такое одновременно и общение очень классное. И при этом какое-то общее хобби можно разделить с другом. Или, например, мастер-класс по работе из эпоксидной смолы. Мне кажется, это тоже сейчас очень интересное направление. И у этого предложения скидка 50%. Или еще очень классное развлечение для небольшой компании. Это квесты. Например, захожу на главную страницу и пишу квесты. Давайте посмотрим, какие здесь есть предложения. Ну, например, вот такой вот логический, мне кажется, какой-то квест. Называется Кот да Винчи. Можно здесь посмотреть фотографии, как выглядит комната. Я обожаю логические квесты. Просто обожаю на них ходить. Мне кажется, это супер занятие для небольшой компании. Или даже вдвоем тоже очень интересно. Еще одна классная новость для моих подписчиков. На сайте Beagleon сейчас действует акция. И по моему промокоду Давыдова вы получите дополнительные 10% скидки на все категории. Конечно же, оставлю в описании ссылку на сайт Beagleon, а также все подробные условия этой акции. Ну что, давайте приступим к обсуждению пустых баночек. Первое я достала вот такой вот лак для волос. Он у меня закончился вот буквально сейчас, когда я начала снимать это видео. Я люблю этот лак использовать для фиксации волос. Такой более поверхностный. То есть я не делаю там какие-то сложные укладки или еще что-то, но мне нравится вот фиксировать им челку. Это лак от бренда Tiji. Называется он Masterpiece. Он, знаете, немножечко с блеском. У него средняя степень фиксации, не какая-то жесткая. Но при этом он дает такое какое-то ощущение блестящих волос. Я часто работаю им с клиентами. Но сейчас у меня, по-моему, еще одна последняя баночка осталась, если я ничего не путаю. И также от Tiji мне еще нравится лак Hard Hat. Но он прям очень жесткий. То есть он такой жесткой фиксации. Делает прям корочку для каких-то финишных, да, корректировок, чтобы прям совсем зафиксировать, забетонировать. Вот это так более подвижной фиксации. Мне кажется, ну как бы особо не делает какую-то жесткую корку. При этом волосы сохраняют какой-то свой естественный блеск. Сейчас уж я начала про волосы. Давайте продолжим. Здесь у меня не совсем пустая баночка, а скорее сломанная баночка. У меня сломался дозатор от шампуня Batiste Original. Причем это у меня уже такая новая версия. У меня практически полный он, но я не знаю, что с этим делать. Здесь просто полностью отломилась эта пипка. И, в общем, вот я осталась без шампуня, к сожалению. Хотя очень хотела им воспользоваться, потому что люблю этот шампунь. Именно оригинальная версия. Она такая достаточно мягкая, не подсушивает волосы, но хорошо их очищает. Я ей пользовалась как в первый день, так и на второй день мытья головы, чтобы как-то возобновить прическу. И, в принципе, мне этот шампунь нравится. У меня сейчас в ходу несколько новых, тоже неплохие. Но вот этот такой, знаете, проверенный мой дружок, которому я уже много лет доверяю. И эта версия мне очень нравится. Еще мне нравится версия Fresh. Она такая более легкая и классно подходит для блондинок. Для волос еще вот такие вот две небольшие баночки. Закончился у меня маленький такой вот пилинг-скраб, скальп пьюрифайинг от бренда Amos. Это гель для пилинга кожи головы, очень приятный, с таким немножко охлаждающим, как будто бы ментоловым эффектом. После мытья головы шампунем вы наносите этот гель на руки, вспениваете его и дополнительно проходитесь по корешкам именно в моменте мытья головы. То есть, если вам важно вот смывать, скажем так, остатки сала и кожного себума в момент мытья, то советую попробовать. Очень неплохая штучка. Есть как альтернатива вот такой вот пилинг от бренда Art & Fact. Он, в отличие от Amos, наносится до мытья головы. То есть, вы специально выделяете там минут 15 примерно утром до того, как идете в душ, наносите вот так вот по проборам этот гель, хорошо прям его втираете прям вот на всю прикорневую зону и ходите с ним минут 15-20, и он все это время немножко так отшелушивает кожу. При этом он действует тоже очень-очень щадяще, но, возможно, кому-то, ну, такой формат покажется, может, не очень приятным или каким-то удобным или то, что нужно дополнительные там 15 минут тратить. Мне, в принципе, такой формат очень понравился. Мне он показался супер щадящим, потому что вы наносите гель, вы не чувствуете никакого жжения, никаких покалываний, никакими абразивными частичками вы себе голову не натираете. То есть, это просто за счет именно кислот. Здесь идет экстракт ананаса, также огурца, салициловая кислота. То есть, увлажнение и отшелушивание, оно такое очень деликатное получается. Насколько я вижу, больше здесь у меня для волос ничего нет. Давайте перейдем к продуктам для тела. У меня закончилась вот такая вот эмульсия от бренда Lipobase. Очень-очень классный продукт. У меня сейчас в ходу еще есть их крем, который и для тела, и для лица. Но я, честно говоря, пользуюсь им очень часто для лица, потому что в момент использования ретинола мне нужно тотальное восстановление. И он как раз очень круто с этим справляется. А вот эта эмульсия для тела, она как версия того крема, но намного более водянистая, такая жизненькая. Но при этом она очень хорошо увлажняет, питает и не ощущается как-то тяжело на теле, мгновенно впитывается. Ну, ты прям чувствуешь, что кожа хорошо после душа или когда кожа посушена из-за морозов, из-за сухих батарей, сухого воздуха. Мне кажется, это прям очень классная штучка. Недорогой продукт продается в основном, по-моему, в аптеках и на маркетплейсах. Но мне кажется, очень достойная формула для своей небольшой цены. Действительно круто восстанавливает кожу. Также у меня тут несколько гелей и масел для душа закончилось, причем в каких-то обалдеть каких-то огромных объемах. Просто они у меня все одновременно закончились. Мои самые просто любимые, любимейшие, я бы сказала, масла для душа, это, конечно же, Биодерма и Ле Рош Пассей. У меня вот такая вот просто огромная Биодерма, целый литр закончился. Я пользовалась этим маслом не только в душе, но еще и мыла им кисточки, инструменты. Для меня это вообще самый удобный способ, потому что масла, они прекрасно работают и на теле, то есть они очень щадящие, они слегка убирают загрязнение, они не смывают какой-то естественный липидный барьер кожи, не подсушивают. Просто идеально подходит для всей семьи. Я знаю, что люди с детьми еще очень любят, потому что детская кожа особенно нежная и очень хорошо отзывается об этом масле. Второе мое любимое применение – это чистить кисти. Мне нравится очень этим средством, потому что часто тональные основы или какие-то плотные кремовые тени, они не вымываются мылом, потому что, ну как вы понимаете, жир и масла вымываются только жирными текстурами, маслянистыми. Как вот мы смываем макияж гидрофильным маслом, здесь примерно та же история. И если какой-то очень плотный тон или какая-то коррекция кремовая, консилер, вот именно такие штуки лучше всего справляются с этой задачей. Поэтому такой вот большой объем масла крайне рекомендую купить, потому что понадобится просто в миллионе разных применений. И примерно из этой же оперы от Ле Рош Пассе или Пикар масло тоже абсолютно такая же идея, то есть это примерно из одной категории продукты. Но если мы их сравним, наверное, я скажу так, что вот это вот масло от Ле Рош, оно чуть-чуть побольше пенится. И, наверное, если вот чисто для кистей, я бы, наверное, его купила для тела. Биодерма чуть более щадящая, но у них разница, ну, прям очень-очень маленькая. Я не думаю, что вы ее как-то почувствуете только при непосредственном сравнении. Но, по сути, продукты из одной и той же категории, поэтому покупайте то, что вам проще, то, что доступнее, то, что есть в наличии и те объемы, которые вам более удобны. Уже у меня закончился вот такой вот гель от бренда Либридерм. Называется он Серафавит. Это именно гель для душа, но такой, знаете, слабо пенящийся, при этом очень хорошо очищает. Он отлично подходит для нормальной, для сухой кожи, для каких-то, знаете, атопичных, наверное, участков кожи, когда вот особенная сухость. И масла отлично подходят, и вот такие вот гели щадящие, потому что здесь много всяких полезных компонентов. Керамиды, пребиотики, витамин F, ниацинамид. То есть что-то, что хорошо работает с кожей на теле, но при этом не пересушивает, слегка пенится. То есть если вам непривычно, что, например, масла, они пенятся не так интенсивно, и вам психологически важен вот этот момент, чтобы продукт для тела немного пенился, то вот эта штука пенится неплохо. Но она при этом очень щадяще обращается с кожей на теле. Единственный ее минус, наверное, в том, что здесь упаковка такая, как тюбик, и сам продукт, он был очень жидкий. Поэтому когда я его открывала, я буквально вот так вот ловила гель, потому что иначе он просто сильно вытекает. Либо нужно его так аккуратненько держать, не придавливать, потому что он сразу же начинает выливаться. Также закончились у меня для тела два скраба. Во-первых, скраб от бренда The Act. Мне кажется, я вам уже как-то его показывала. Вообще очень популярный скраб. Мне кажется, если зайти, наверное, на какой-нибудь Ozone или Wildberries, один из самых таких популярных скрабов. Именно поэтому я и захотела себе его купить, потому что было очень-очень много упоминаний от разных блогеров. Этот скраб имеет такую текстуру, знаете, немножко маслянистую, как будто бы. Он, кстати, очень вкусно пахнет. Кокосом, по-моему, да. Здесь экс-соляной скраб-бальзам для тела с запахом кокоса. Просто какой-то, не знаю, баунти или пинаколады пахнет очень вкусно. А в чем фишка? Там получается скраб идет в такой маслянистой основе, и когда вы проходите по телу изначально, то хорошо отшелушивается кожа, но при этом, когда вы выходите из душа, вытираетесь, то на коже остается такой легкий, как будто бы маслянистый эффект, маслянистая пленка, и она очень хорошо питает. Она не какая-то прям очень сильно жирная, но она заметная. Поэтому, если вам важен именно факт того, чтобы выходить из душа ультра-чистым, без каких-либо дополнений, возможно, это будет вам как-то тяжеловато пережить. Но мне, например, именно на зимнее время нравятся такие скрабы, потому что ты вроде одновременно и отшелушиваешься, но при этом, когда ты выходишь из душа, ты уже с каким-то легким уровнем питания и увлажнения, и у тебя нет такого ощущения, что после воды как-то кожу стягивает, подсушивает. То есть какой-то процент питания ты уже получаешь, и нет ощущения подсушивания кожи. Ну а если вы как раз хотите выйти из душа без маслянистого финиша, ну разве что прям совсем очень легким, практически незаметным. Могу посоветовать вот такой вот сухой скраб от Аравия с миндалем. Он, даже когда ты его открываешь по текстуре, он вообще не содержит... У меня он вообще закончился, я его полностью вымазала. Мне кажется, я банку помыла и что-то там хранила какое-то время. В общем, в нем не содержится масел. То есть он такой более суховатый, но все равно, когда ты натираешься, чувствуешь, что какие-то масла там есть. Просто он прям не тонет в маслах, скажем так, как это делает скраб от The Act, но все равно очень приятный. Пахнет действительно круто миндалем, прям какими-то десертами, немножко даже марципаном как будто бы. Еще небольшая одна штучка для тела, скажем так, для ухода за собой. Это, конечно же, зумная паста от бренда BioRepair. Мне кажется, это уже традиция, наверное, несколько лет, если я не обманываю. То, что я в пустых баночках всегда упоминаю эту пасту. Одна из моих самых любимых паст. У меня что-то здесь в портиклопах, походу, из диффузора или откуда-то, потому что она какая-то очень липкая. В общем, очень нравится эта паста. Вот эта вот версия Repair получается. Да, Total Protective Repair. Также нравится Ночная. Также нравится Active Shield. И сейчас мне еще нравится паста Marvis. Мне ее посоветовала Вика Харри Бьюти. Тоже очень классная, отбеливающая версия. Мне понравилась. Вот. И, по сути, я сейчас только этими двумя брендами пользуюсь. Ничего такого прям ультра-нового для себя не пробую. Хотя, кстати, было бы интересно. Напишите, если вы фанат какой-либо пасты. Будет интересно потестить. Диффузоры. Здесь у меня тоже две закончившиеся баночки. Конечно же, без Зелинский, Розен, никуда. Здесь диффузор маленькой версии с бергамотом, нироли и апельсином. По-моему, этот бренд недавно сделал ребрендинг. И у них многие ароматы поменялись по названию. И теперь я даже вот вообще не успеваю следить, какие у них новые ароматы. Кажется, я где-то только год назад выучила их самые популярные позиции. А теперь они просто перевернули все с ног на голову. Поэтому я даже не знаю, как бы советовать вам этот аромат или нет. Потому что я не знаю, остался ли он в таком виде. Или, возможно, они его как-то переназвали. Насколько я знаю, на официальном русском сайте, по-моему, можно посмотреть соответствие старого и нового названия. То есть, как они переименовали. И вроде даже в золотом яблоке в описании тоже была какая-то такая подробность. Но, в общем, вот этот аромат с бергамотом тоже один из самых популярных. Мне он нравится. Мне он кажется таким цитрусовым, немножечко даже мужским. То есть, в нем есть какая-то такая акватическая хвойная нотка. Мне, в принципе, нравится. У меня, по-моему, сейчас еще большой диффузор в таком же аромате, если я ничего не путаю. Но вот он все никак не хочет заканчиваться, при том, что я постоянно в нем палки переворачиваю. Он у меня стоит уже, наверное, несколько месяцев, а то, может быть, и больше. Но вот эти вот малышки, они довольно быстро заканчиваются, наверное, за пару месяцев где-то. И также вот такой вот небольшой диффузор. Это бренд Mika, Pitygrain и розмарин. Кстати, очень неплохой аромат. Мне он нравился. Он у меня стоял в большой комнате и создавал такой тоже немного и цитрусовый, и вроде хвойный аромат, настроение дает рабочее. Но я, по-моему, смотрела цены на вот эти диффузоры, и я что-то как-то удивилась. Мне показалось, что за эту цену дороговато. По крайней мере, такой небольшой объем. Но надо сказать, что он у меня тоже довольно долго простоял. Мне кажется, ну, 2-3 месяца, а возможно, даже и чуть-чуть побольше. Если мы возьмем, например, диффузор от бренда YouCandles, который вот у меня на заднем фоне стоит, он намного больше по размеру, и он уже тоже прилично стоит. А стоит, мне кажется, примерно наравне с Mika, поэтому насчет Mika не знаю. Я бы, наверное, не стала повторять покупку, хотя, по-моему, вот этот мне прислали в PR, если ничего не путаю. А вот от YouCandles мне очень нравятся диффузоры, и мне кажется, я, наверное, закажу либо рефил к ним, либо, возможно, какой-то новый диффузор. Еще кое-что от Зелински. Здесь у меня вот такая вот небольшая свечка. Мне кажется, я ее очень давно уже закончила, просто, видимо, я ее куда-то отложила, и она мне как раз, по-моему, вот здесь вот стояла на фоне, когда мы с вами еще только вот этот вот новый сетап мы установили. Это была одна из моих первых свечек, которые я жгла еще до Deep Tic, представляете? Это свечка с ароматом Vanilla Blend, то есть это их самый классический и популярный аромат. Такая простая ванилька, сладкая, немножко как будто бы с орехово-миндальным каким-то привкусом, вполне себе приятная. Но мне кажется, сейчас вот в отличие, наверное, от больших диффузоров в Зелинске, что касается свечей, стало очень много классных русских брендов, которые более доступные, более дешевые, там огромный выбор ароматов. И вот конкретно сейчас у меня нет уже какого-то такого помешательства на Зелинске, но где-то пару лет назад, когда у меня была свадьба, я прям всех гостей попросила подарить что-нибудь из этого бренда, и мне кажется, я все практически перепробовала, но именно из категории, то есть не все ароматы, и в какой-то момент у меня уже так немножко отлегло, и я успокоилась. Я за это время успела попробовать много и российских альтернатив, и вот опять же тот же бренд U-Candles, который у меня, и диффузор, и свечка. Свечка вот эта вот огромная, по-моему, стоила тоже 2 с чем-то, но она прям реально гигантского размера, там чуть ли не, не знаю, 300, может быть, 400 миллилитров, ну вполне себе ничем не хуже, и Зелинский, я думаю, сейчас просто, ну, стоит, наверное, чуть дороже, и объемы, ну, не такие приятные, скажем так, за эту цену. Давайте закончим с брендом Зелинский, у меня еще закончились 2, получается, пакетика соли для ванн, здесь у меня аромат Fiction, я вот, кстати, вообще уже не помню, чем пахнет этот аромат, давайте попробую вспомнить. Мне вот казалось, что Fiction именно очень похож на какой-то для меня медицинский какой-то аромат, то есть что-то я такое в нем чувствую, мне не особо нравилось, если я найду пирамиду или какие-то основные акценты, которые есть в этом аромате, то я обязательно добавлю, потому что я вообще не помню, что входит именно в эту пирамиду, но вот Fiction запах мне не очень понравился в соли, но то, что мне понравилось, это аромат Moss или же мох, вот он очень приятный, я покупала себе, по-моему, нет, не диффузор, а то ли крем, то ли мыло, вот с какой-то такой же одушкой, тоже с мхом, и вот мох, он очень приятный, он очень сладкий, он вот как будто конфетами пахнет, но все равно что-то древесное, травянистое, такое какое-то загадочное в нем есть, и вот аромат Moss, мне кажется, для ванны вообще идеально подходит. И последние две свечки, также у меня закончилась свечка от бренда Synergetic, мне тоже прислали пиар, здесь сандал и можжевельник. Кстати, в какой-то момент слетело именно покрытие, я еще так испугалась, подумала, что у меня просто что-то пригорело к моей тумбочке, но нет, слава богу, это, видимо, просто от нагревания вот это покрытие, оно слетело. Ну, аромат здесь был довольно приятный, он так хорошо как-то распространялся по комнате, но такого, знаете, ничего особенного я за ним не заметила, хотя я люблю и сандал, и можжевельник. Можжевельник мне вообще очень нравится в духах, у Кюркджана у меня есть Gentle Fluidity, там как раз можжевельник один из главных аккордов, и очень вкусно пахнет, но, по-моему, бренд Synergetic довольно бюджетный, и я ставлю цену, в принципе, с учетом того, что бренд бюджетный, мне кажется, свечка неплохая, но вот чисто эстетично, мне кажется, она такая довольно простенькая. И последняя свечка, которая у меня живет уже просто миллион тысяч лет, и она мне почему-то догорела как-то очень неравномерно, эта свечка из магазина H&M Home, еще когда он очень много лет назад был у нас в России, она у меня просто догорела, видите, неравномерно. То есть вот эта вся боковинка, которая осталась, она уже, конечно же, сгореть не может, но со дна уже не горит особо свечка, здесь аромат томата блоссом, и, правда, очень похоже по запаху, как будто бы это цветы, и одновременно немножечко с помидором, с каким-то привкусом немножко томатов, но на самом деле вкусный такой аромат. Прикольный, я его использовала именно в ванной, и мне понравился на тот момент именно дизайн самой свечки, то есть такой вот, да, интересный стаканчик. Мне кажется, надо будет эту свечку оттуда выгнать кипятком, как мне советовали в комментариях, и, например, использовать для, ну, например, для каких-нибудь круп на кухне, почему бы и нет, очень красивый стаканчик. И также у меня закончился вот такой вот миниатюрочка такая, парфюма от MFK, это Maison Francis Curgeon, называется Gentle Fluidity версия Silver. Если кто не подписан на мой телеграм-канал, то почему вы еще не подписаны? В общем, я там постила как раз-таки фотографию, что я себе перед днем рождения в январе купила два аромата, это у бренда как раз Gentle Fluidity версия Silver и Gold. Вот мне обе версии очень нравятся, я даже до конца не понимаю, какая из версий мне нравится больше. Наверное, сейчас, вот именно последние несколько дней, мне больше нравится версия Silver. Она более такая холодненькая, и знаете, что интересно? Мне на днях два раза девушки спросили, что за аромат. Сначала мне спросила девушка в спортзале, и потом еще, когда я ходила сдавать кровь, меня медсестра тоже спросила. Мне нравятся эти два аромата. Их фишка в том, что версия Silver и Gold состоят примерно из одних и тех же компонентов, то есть там прям список компонентов практически одинаковый, по-моему, на 99%. Я сейчас точно не помню, может быть, какой-то один компонент отличается, хотя вроде как, когда я последние рассмотрела, я даже не смогла найти разницу. Но фишка в том, что пропорция этих компонентов, она настолько разная, что ароматы в конечном итоге звучат абсолютно просто диаметрально противоположными по настроению. Версия Silver – это что-то типа такого холодного одеколона мужского с ягодами можжевельника, более такая какая-то ледяная, какая-то вот ежедневная, мотивирующая. У меня она ассоциируется именно с каким-то мотивирующим настроением. Я ее обычно как раз буквально слегка пару пшиков наношу перед тренировкой. Она вообще очень политкорректная и абсолютно не подушивает. Но мне как-то для настроения вот очень нравится, потому что я иду в зал, и у меня прям такое настроение фигачить, просто работать, качаться, делать кардио. И мне очень нравится этот аромат. Вот, не знаю, я прям хочу допшикать остатки. Ох, боже, он просто шикарен. Я не могу. Мне кто-то писал, опять же, в Телеграме, что он надоел со временем и продали. Либо как-то не понравилась вот эта вот его холодная часть. Но мне очень нравится. Возможно, кому-то он покажется чуть химозным. Но для меня это какая-то ледяная, приятная субстанция, какая-то лесная, немножко мужская. Но вот очень приятный аромат. И версия Голд, у меня тоже есть миниатюра и тоже есть версия 35 мл. Она вообще другая. Она миндальная, чуть-чуть ванильная, мягкая, пряная, вечерняя, женственная. То есть они вообще противоположны по настроению, но при этом у них одинаковые компоненты. Просто я не знаю, как возможно было создать такой шедевр. Но на данный момент это просто мои два любимых аромата. Я каждый раз, когда подхожу к своей полочке, я все время вот сейчас выбираю между них двух. На остальные даже не хочется смотреть, потому что, ну, просто они оба идеально сейчас описывают то, что мне интересно в парфюмерии. Ну что, дальше давайте перейдем к уходу за лицом. Здесь у меня тоже не особо-то прям много продуктов накопилось. Хотя я сейчас пустые баночки снимаю не так, чтобы очень часто. Что у меня здесь из тканевых масок. О, кстати, вот эта маска мне очень понравилась. Я ее самую последнюю делала, поэтому она мне так хорошо запомнилась. Это маска от бренда Too Cool for School. Я ее заказывала, по-моему, в Литуале. Очень понравилась эта маска. Я хочу, наверное, заказать еще несколько штук. Она невероятно круто питает. У нее действительно удобная лекала. И она скорее даже не тканевая, а у нее какая-то вот, не помню уже точно, но скорее какая-то прорезиненная маска. То есть необычная какая-то. И она очень хорошо именно как-то притягивается к лицу. То есть у нее очень какая-то приятная текстура. Я не знаю, как даже сейчас это описать и объяснить. Я, может быть, найду какую-то фотку из интернета или что-то в этом роде. Но она именно за счет материала, она прям буквально обрамляет лицо. И мне кажется, даже как будто бы подстягивается внутрь. То есть очень приятная именно сама текстура, сам материал этой маски. И питание дает очень классное. То есть ты минут через 20 просто как будто бы с новым каким-то лицом. Все мелкие морщинки разглажены. Крутое питание и эссенций там действительно много. То есть она не успевает вырубаться в ноль за все это время. Также неплохая маска от бренда L-Sonic. Мне кажется, я их покупала несколько раз. Они такие достаточно средненькие. Но не сильно дорогие, не сильно дешевые. Работают неплохо. Удобное лекало. Ну эссенции, как правило, там в среднем. Или чуть ниже среднего. Работают неплохо. Опять же можно покупать по каким-то скидкам. Но, конечно, вот Too Cool For School мне намного больше понравилось. И маски, которые немножечко разочаровали, к сожалению. Это маски от бренда Chic. Увлажняющие. И мне показалось, что очень мало эссенций. Я не знаю. Может быть, если кто-то пробовал. Может быть, мне не повезло. И какая-то партия досталась не очень удачная. Но мне показалось, что эссенций прям очень мало. Потому что я обычно держу маску минут 15. А тут где-то за 7-10 минут уже абсолютно вся эссенция либо впитывается, либо выпаривается. И я даже принципиально прям вот при применении я маску вот так вот как бы жмякала, да, получается, предварительно, чтобы как-то эссенцию распределить. Я думала, может быть, она у меня как-то там опустилась и на лицо так много не попало. Но даже при всех этих телодвижениях мне все равно показалось, что, ну, очень мало впиталось эссенций. Короче, не знаю. Напишите, что думаете. Если вы пробовали, я как-то не особо впечатлилась. Поэтому, ну, перепокупать точно не буду. Далее я хочу показать вот такое вот гидрофильное масло от бренда Celimax. Derma Nature называется. Мне это масло очень понравилось. Оно мне, кстати, прослужило достаточно долго. Я сейчас уже точно не помню, сколько месяцев. Но я еще параллельно пользовалась с другими продуктами. Но мне показалось, что конкретно вот это масло, оно очень экономичное. Оно такое прям супер жирненькое. Очень классно смывает макияж. Его нужно немного. То есть он достаточно экономично расходуется. Оно приятное, как-то не подсушивает, не залипает в глазах, хорошо смывается. В целом прям отличное масло. И с удовольствием пользовалась. Вообще бренда Celimax мне очень нравится. Я у них пробовала несколько линеек. И каждый продукт действительно по-своему хорош. И как-то ты можешь быть уверен как будто бы в составах. Потому что у меня ни разу не было никаких раздражений, шелушений, ничего такого подобного. И продукт просто работает хорошо. Просто свои цели выполняет. И нет особо, мне кажется, никаких дополнительных проблем, скажем так. Из пенок для умывания закончилась вот такая вот пенка от бренда LibreDerm. Мне она понравилась. Мне она кажется такой достаточно универсальной. Для многих типов кожи она подойдет. Здесь дозатор, который сразу выдает такую большую активную пену. Так что вам не нужно в руках ничего вспенивать. И это как раз-таки большой плюс для кожи. Потому что сам процесс вспенивания, как известно, самый такой высушивающий. И если пенка уже выдается в вспенинном формате, то, скорее всего, она как бы больше подойдет для сухой кожи, для нормальной. Но, в принципе, для жирной кожи она как минимум не будет дополнительно подсушивать. Поэтому это такой хороший плюсик в карму, скажем так. В общем, все с этой пенкой хорошо. Единственное то, что я всегда упоминаю. Мне кажется, у нее такой особенный аромат. Немножко на любителя. Лично я здесь слышу аромат пены для бритья. Вот какое-то такое у нее настроение. В принципе, я достаточно быстро привыкла. Меня не раздражало. Даже были в комментариях люди, которые написали, что наоборот фанаты этого аромата. Но мне кажется, он такой немножечко на любителя. Поэтому, если вам это важно, если есть шанс, что вас это будет раздражать, то рекомендую, наверное, в каком-то оффлайн-магазине, может быть, как-то ее понюхать хотя бы немножко. Ну, чтобы понимать, не будет ли вас этот запах напрягать. А так, пенка отличная, бюджетная, хорошо справляется со своей задачей. Не сушит, смывает загрязнений. Отлично подходит как на утро, так и на вечер. Ну, в общем, хорошая. Также от La Roche-Posay закончилась термальная водичка в таком вот формате. Мне кажется, у меня там буквально еще парочку, наверное, нанесений есть. Что я могу сказать о термальной воде? Я ее применяла как-то немножечко интуитивно, потому что я до конца не очень понимаю, какое основное применение термальной воды. Но я обычно ее просто наносила между слоями ухода, или же поверх на уход, или, например, когда делаешь какую-то кремовую маску, и ты хочешь немножечко, ну, как бы взбодрить слой, сделать его не таким сухим, тоже можно пройти с термальной водой. Но для чего конкретно на постоянной основе ей пользоваться, и какой она привносит эффект, я не совсем до конца понимаю. То есть мне кажется, она должна увлажнять, как-то питать, давать необходимые микроэлементы. Но я, например, никогда не использую ее соло, то есть умыться и просто пройтись термальной водой. Мне кажется, это скорее даже, наверное, высушить кожу, поэтому я бы ее комбинировала с какими-то еще другими средствами. Еще я знаю, что ее очень любят в лето, в жару просто носить с собой, чтобы немножко как-то, ну, и одновременно углажнять лицо, при этом давать ему какие-то питательные элементы. Ну, вот какая-то такая история. Так что еще из масок интересная? Вот такая вот очень классная маска, мне действительно понравилась, от бренда Mika Instant Morning Face Mask Express Care. Это маска с эффектом такого немножко, даже не знаю, как это сказать, она как будто бы с цитрусами и немножечко с холодком, как будто бы то ли с алоэ, то ли с ментолом, и она отлично подходит именно в утреннее время, когда вам нужно кожу взбодрить и выглядеть максимально свежо, как-то подтянуться, чтобы кожа прям сияла, блестела, шикарно себя чувствовала. Мне кажется, это вот как раз маска, направленная на экспресс-уход, чтобы здесь и сейчас выглядеть очень классно, или для эффекта как бы, ну, пробуждения, что ли, когда ты, например, ну, может быть, подольше поспал, как-то отлежал лицо, немножко отеки какие-то подснять. Она очень хорошо с этим борется. Также у меня есть два продукта от бренда Маскитека. Один из них я закончила, это вот такую вот маску для лица. И также у меня еще остались патчи жидкие для век. Вот их я, честно скажу, не смогла потратить. Я вообще поняла, что для меня жидкие патчи – это, ну, какое-то очень странное средство. Я немножко не понимаю, как его вписать в свою рутину. Вот эта маска мне, в принципе, понравилась. Она увлажняющая, восстанавливающая, разглаживает морщинки. Она тоже немного с таким, ну, как будто бы лифтинг-эффектом, таким слегка пощипывающим, да, то есть подтягивающим. И неплохо увлажняет, успокаивает. То есть вот этот продукт мне, в принципе, понравился. Но что касается жидких патчей, я пыталась их наносить параллельно с маской, именно под глаза. И получается так, что ты как бы должен смыть маску, а вот эти патчи ты должен просто довтереть остатки, либо как-то подсмыть. Если ты подстираешь, то пропадает эффект. Если ты не подстираешь, то остается какой-то жирный, неприятный финиш. Короче, я пока что не очень понимаю жидкий патч. Возможно, я просто неправильно ими как-то пользуюсь, или чего-то не знаю, что не дает мне правильно использовать этот продукт. Ну, вообще здесь написано, что нанести плотным слоем 15-20 минут, а потом остатки вбить в кожу или удалить салфеткой. То есть предполагается, что вы не должны полностью смывать это средство, но мне как-то сложно вписать эту мою рутину, потому что если я утром умылась, то я сразу хочу нанести крем. А тут мне, получается, нужно нанести патчи, потом с ними походить, потом их удалить, потом нанести поверх крем. Ну, то есть как-то, не знаю, я не совсем понимаю, если честно, кармический эффект. Потому что если у меня все остальное лицо будет без крема, то оно, скорее всего, высохнет. И мне надо тогда какую-то маску наносить на лицо, а я захочу ее смыть. А как я буду не смывать патчи? Ну, короче, я не знаю. Я что-то упускаю, наверное, да? Ну, в общем, напишите, пожалуйста, что думаете об этом в комментариях. Забыла еще одну пасту, которую я почему-то отнесла в уход за лицом. Ну, в принципе, можно, наверное, в каком-то смысле зубы называть лицом. Это как раз-таки маленькая паста от бренда Marvis. У меня есть сейчас еще большая в применении с отбеливающим эффектом. Мне она больше нравится, а вот это вот с запахом, точнее, со вкусом креми мачо-ти. То есть это чай такой зелененький. Она вкусная, но я немножко не могла привыкнуть к этому вот ощущению, что я зубы чищу каким-то вот привкусом, который не мятный. То есть что-то не мятное для меня уже непривычно. Вообще она довольно приятная, такая вкусненькая. Она тоже обладает небольшим мятным таким эффектом, мятным привкусом, но больше он такой сладко-мятный, как, знаете, какой-нибудь сладкий орбит, сладкая мята, вот что-то в этом розе, но еще немножко с привкусом чая. Из ухода из сывороток у меня закончилась вот такая вот сыворотка от бренда YouVinion. Не обращайте внимания, что у меня нет пипетки, потому что я ее куда-то забрала для каких-то других целей. Я не помню, то ли для другого ухода, то ли для смазывания чего-то на кухне. Я уже хоть в Бене помню, поэтому пипетки здесь не осталось, но она здесь, само собой, разумеется, была. Это классическая увлажняющая сыворотка. По-моему, она сделана в Корее или из корейских ингредиентов. Я сейчас точно не помню. Просто классическая увлажняющая сыворотка с гиалуронкой, которая хорошо как-то увлажняет кожу, напитывает мелкие морщинки, и поверх на нее хорошо ложится последующий уход. Ну, то есть такая очень базовая сыворотка. На утро, на вечер можно наслаивать, и кожа благодаря ей как раз именно вот напивается влаги. Также закончилась у меня сыворотка для роста ресниц от бренда X-Lash. Я ей пользовалась, мне кажется, месяца, наверное, 2-3. И она действительно дала очень классный эффект. Причем она у меня начала работать буквально уже где-то через 3-4 недельки. И я ей сейчас вот в последнее время пользовалась таким уже более редким применением. То есть где-то 2-3 раза в неделю. И она у меня уже прям так начинает подзаканчиваться. Совсем мало как-то сыворотки выходит. И пока что, пока что, тьфу-тьфу-тьфу, у меня ресницы в отличном состоянии. Они хорошо прокрашиваются тушью, отлично держат завиток. Они такие прям плотненькие, хорошо стоят. Плотным рядочком. То есть я прям вот не могу сейчас пожаловаться на свои ресницы. Но надо будет потестить, посмотреть, ну, что с ним будет в течение времени. Потому что говорят, что бывает эффект отмены. Но вот пока что у меня как-то он не особо заметен. И мне действительно понравился эффект от этой сыворотки. В целом эффект классный. Если вам хочется побольше ресницы, потолще, подлиннее, то можете попробовать. Но очень важно с этой сывороткой соблюдать периодичность. То есть прям каждый день пользоваться, вечером. И потом где-то через два месяца можно чуть-чуть снижать концентрацию. То есть сначала курсом и потом для поддержания эффекта. Также у меня закончился набор для окрашивания бровей. Я себе уже купила на замену бренд Игора. Так как знаю, что вот этот бренд, он вроде как испортился, насколько я знаю, по отзывам своих знакомых бровистов. Это бренд Bronson. У меня в оттенке Light Brown номер 5. Здесь именно краситель и оксид, с которым смешиваешь. Вообще очень классный был краситель. Но я так разговаривала с знакомыми бровистами. И они сказали, что у них то ли формула поменялась, то ли оттенки. И стало прям намного хуже состава. Поэтому я решила себе купить совершенно другой продукт, именно Игору. Но вот этот продукт в свое время мне очень нравится. И я где-то раз в месяц себе окрашивала брови. Сейчас чуть реже это делаю, потому что, наверное, лень. И просто забываю. Но надо бы, кстати, наверное, окрасить будет на днях. Что-то я как-то подзабыла вообще про эту тему. Последняя часть этого видео это вот чуть-чуть декоративки. Буквально маленький контейнер. Я избавляюсь и расхомляюсь от туши, на которые я снимала обзор. Это у меня как раз-таки те туши, на которые я снимала последнее видео. Я периодически делаю рейтинг, делаю там сравнение. И, конечно же, туши за это время приходят в негодность. Здесь у меня и тушь от Шик. И также Релуи Стрипит Изи. Люкс Визаж. Также у меня еще вот эта вот версия XXL. Она у меня лежала в кейсе Визажиста. Я просто периодически их выкидываю, меняю и так далее. Ну, в общем, здесь много чего интересного. Лавель, Эвелин, Астра. Ну, вообще, посмотрите видео. Я обязательно оставлю подсказку. Несколько из этих тушей мне очень понравились. Но спойлерить не буду. Также у меня еще в кейсе лежала вот такая вот тушь от Гурмандист. Тоже периодически ее перепокупаю. Потому что ее легко откручивать, выдавливать тушь и просто щеточкой набирать. Такая классическая тушь на объем. Хорошо держится, без каких-то спецэффектов. Дешевая, легко заменяемая. И как визажист, мне кажется, ее вот... Ну, короче, легко перепокупать, без особых трат. И качество у нее хорошее. Карандашиков у меня два малюсички закончились. Мои просто супер-гипер-ультрафавориты. Это коричневый карандаш от Provoque в 86-м оттенке. Шикарный коричневый плотный карандаш. Очень красивый оттенок. Такой прям темный шоколад. Отлично тушуется. Мягкий. Отличная фиксация. Носится очень хорошо в течение дня. Можно прокрашивать слизистую. Можно делать стрелки растушеванные, элементы какие-то. Ну, то есть карандаш максимально универсальный. Для разных задач подходит. И, конечно же, карандаш от Vivienne Sabo. Я вот буквально вот этой маленькой штучкой сейчас докрашивалась в оттенке 0,7. У меня здесь уже, конечно же, лежит новый такой же. Очень классный цвет. Прям крайне рекомендую. Мне, кстати, на тему продуктов для губ тоже выходило видео. Оставлю подсказку. Там много моих фаворитов. Карандаши, бальзамы, тинты. Много классных продуктов. Там я тоже подробно показывала этот карандаш. В сочетании с другими интересными фаворитами. Поэтому обязательно посмотрите. Классный гелевый карандаш с легкой фикс... Классный гелевый карандаш с легкой фиксацией. Такого вот припылено-розового оттенка. Он смотрится как чуть-чуть вот тень на губах. То есть он не смотрится каким-то очень темным, но при этом он создает такой эффект. Немножечко, да, вот пышный губ. Мне очень нравится. Прям супер классный оттенок. Крайне рекомендую просмотреться. Также вот такой вот бальзамчик закончился. Birds Bees с ароматом манго. Хорошо питает. Он у меня просто уже перестал выкручиваться. Там буквально вот пару миллиметров осталось. Я обычно его брала, когда гуляла с собакой. Вот прям в зимние периоды просто наносила толстяным слоем. Он очень питательный. Хорошо залечивает шелушки. Я его покупала еще, по-моему, до санкции. На каком-то сайте заказывала. Но мне почему-то кажется, что этот бренд по-любому есть где-то на маркетплейсах, либо где-то его точно продают. Потому что он очень популярный на самом деле. И у них много прям достойных продуктов. Ну и всякие у меня тут мелочи остались. Например, вот такой вот небольшой спрей-фиксатор от бренда Make Up For Ever. Кстати, очень маленькая, удобная баночка. Я вот сейчас думаю, может быть, ее оставить. Но насчет распылителя. Не помню, насколько он тут удобный. Ну, знаете, такой... Нет, наверное, все-таки сильноватый. Мне больше всего нравится распылитель у миста от бренда Целемакс. Я как раз-таки туда, по-моему, перелила вот этот вот Make Up For Ever. Потому что... Просто сравните... Блин, у меня теперь все лицо мокрое в этих каплях. Просто сравните распыление. Вы его даже, скорее всего, и не видели. Потому что от Make Up For Ever он прям очень сильно стреляет. Вот этот спрей-мист стоит купить только хотя бы ради упаковки. Потому что она просто роскошная. Неплохой мист-фиксатор, который слегка увлажняет, снимает припудренность. Я такие штучки очень люблю и периодически перепокупаю. Самое главное найти либо какую-то вот дополнительную упаковку, с которой вам будет комфортно наносить. Либо найти такой, чтобы упаковка сама по себе была удобная. Но, как правило, почему-то вот сама жидкость внутри, она, я думаю, чисто экономической, стоит не очень много. Поэтому я рекомендую, например, купить от Influence Beauty фиксатор именно увлажняющий. И опять же, перелить в какую-то другую упаковку. Потому что, по сути, все эти составы, ну, честно скажу, я не вижу в них какой-то огромной разницы. Только вот гоняться, если за какой-то очень удобной упаковкой. Но, мне кажется, проще найти что-то вот из личного арсенала, то, что у вас закончилось, и перелить туда фиксатор. Потому что, по сути, сама вот эта вода внутри, ну, она явно не стоит там, например, как вот этот фиксатор стоил там чуть меньше тысячи рублей. Да, он неплохой, но здесь распыритель довольно жесткий, и здесь составы явно не на тысячу рублей. То есть, от Influence, мне кажется, можно там дешевле 500 рублей купить, перелил и просто замечательно пользуешься. Мой последний претендент на расслабление, это, конечно же, спонж. Периодически я от них избавляюсь, выкидываю. Мне кажется, что конкретно вот этот спонж, так как он без надписи, это, скорее всего, от бренда O2O с Алиэкспресс. Я сейчас их перезаказываю чуть реже, хотя для кейса они мне очень нравятся, потому что они супербюджетные. Но, так как я сейчас внезапно стала чуть более интересным блогером для брендов, мне стали очень много брендов присылать спонжи на обзор. Поэтому я сейчас особо давненько не заказывала себе новые, но в свое время я часто их перезаказывала. Стоили они, по-моему, по 100 с чем-то рублей. В принципе, наверное, и сейчас можно у нас на рынке найти тоже более-менее дешевые спонжи. Но когда-то средняя цена была хороших спонжей чуть выше. Сейчас, я думаю, уже нет проблем найти хороший качественный спонж. Но вот в свое время с Алиэкспресс мне они очень даже нравились. Они супер мягкие, не впитывают много продукта, но при этом как-то хорошо обрамляют лицо. Что закончили мы с вами зимние пустые баночки? Конечно же, пишите, если вы что-либо из этих продуктов уже пробовали, свои отзывы, что вам понравилось, что не понравилось. Ну и также пишите свои списки пустых баночек, самые свои используемые продукты. Будет очень интересно почитать для моих последующих обзоров. Ну и, конечно же, огромное спасибо, что досмотрели этот ролик до самого конца. Не забудьте оценить его лайком, также подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока!